всем здравствуйте друзья мы опять вини на куни и на данный момент мы начнем отправляться в лесенера вы чё здесь есть добро пожаловать покупайте не стесняйтесь если что присмотрели купите магазинчик шамшир какой-то это лучше да я хочу да вот давай замена у меня есть вот шершень кожаная броня давай купим да давай кому там еще простые башмачки что-нибудь еще желаете нет всегда пожалуйста ходите что будет интересно прикольно вам да красавица так пойдемте у нас дела все будет хорошо там какой-то враг победить а здесь есть боевый флаг будьте на щеку давайте победим значительного прибытия крысы кузов ну да да давай мы должны победить начнем с разбой табанчо здесь людюшки мы атаковать раз раз жиг жиг мы победить опаньки да тут куда-нибудь глянь сюда крыса кузы и так нет ой 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 ура а ой 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 Я не знаю, что он застал. Так, где там? Печку. Справляемся. Давай, давай. Кажется, это все. Нет, не все. Есть я. Ты кто мне? Чемпион Бигарчо. Я здесь самый сильный, и я порваюсь на вас на куски. Тут у нас, похоже, босс на босса нарисовалась. Хе-хе. Коль. Так, надо. Он сказал самый сильный? А мы точно сможем. Да ты что, Иван. Конечно, справимся. Вообще не вопрос. Так. Идем. Сразимся. Находить. Мочу. Нашил австрокевт. Да, нет. Не sideways. Нет. Не并ут. Ничего, нет. Значит, все. Так и здесь восьмерка. Хе-хе-хей. Ну куда, куда, че? Победа. Фух. Ну теперь все. Все. Видишь, я же говорил, Иван, тебе наше колесо полно за безопасность. Класс. Победили. Так, получается, нам на Нира надо идти. Нам дерево нужно. Так. Куда нам топать? Пойдем здесь обойдем. Волк. Монтигобразы всякие. Монтигобразы всякие. Так. Увеличили. Так. 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 Слабаки. Мы победили, друзья. Так, дальше. На этот дебила не будем тратить время. Ну что-то так медленно. О-о-о. Пиротолстые утки. Что это? Этот монстр, он отличается от других с ними. С ним как будто что-то не так. Ну, это твари опасно. Такие монстры, окруженные страной Олдер, называются одержимыми. В последнее время монстры повсюду начали становиться агрессивными. Но одержимые среди них, а самая особая история. Поскольку они чрезвычайно опасны, за их убийство можно получить особую награду. Но если жизнь дорога, не рекомендую побеждаться к ним. Хорошо, но ни в коем случае не подходи к этим монстрам. Так, одержимые монстры, а недалеко. Дикие монстры находятся над влиянием загадочной магической силой, окруженной странной аурой. Что это делает намного опаснее. Поэтому перед тем, как приближаться к такому монстру, хорошенько подумайте. Если вы уверены в своих силах, то лучше избежать встретить с ним. Однако, за победу над таким монстром можно получить большую награду. Вознание большей информации о одержимом монстре можно в меню информации о мире. Список одержимых монстров будет автоматически пополняться после ваших встреч с ними. Так, база знаний, да? Одержимые монстры. Так, здесь разные, да? О, здесь дофига их. Смотри, а. Так, и что у нас? Вот он. Ам, извилинство. Уровень опасности 1. Кажется, побежденных 0. За следующие общие награды 2. Королю мистики. Уровень 2, да? Что это? Костяная броня. Яркий скид на солдатское копье. Хм. Что здесь он? Боевой эквалайзер. Здесь находится группа различных переключателей, меняя положение, которое может настраивать и иные эффекты и степень их действия. Изменяя положение переключателя, можно увеличить наносимые различными группами противника урона или с помощью полезных эффектов укрепить свой отряд. Однако, сперва вам нужны доступны не все настройки боевого эквалайзера. Урона определенным видом монстра, да? Камни, да? Камни, да? Камни, драконы. Отношение к монстрам ни разу не изменился, поэтому еще и не разблокируем. Сперва мы будем разблокировать его. Так, а у нас какой-то есть боевые очки. Огонь, да? Смотри. Настройки выпадающих предметов. Боевые навыки. Так, ну что здесь? Да. Так. Виды монстров. Все разные могут быть разделены по шесть видов. Легче всего разобраться в них будет с помощью примеров и демонстраций, особенно каждого вида. Так. Твердотелые монстры. Существованы на подобии гольмов и боевых дроидов, которые состоят из твердых субстанций, вроде камня или металла. Мягкотелые монстры. Существованы на подобии слаймов и скелеплазмы, которые обладают слизкими туловищами или конечностями. Так. Природные монстры. Существа подобные у волка, дикобраза или громокрыла, которые подходят на обитателей лесов и равнины, а также на некоторые растения. Хм. Рептилоидные. Ага. Существа подобные драконам, которые относятся как драконы, так и виверны. Угу. Феи. Красивые существа похожи на феи из сказок. Например, к ним относятся флоры и сильфы. Деманоиды. Существа подобные крысопузов или хрюкунов. Внешне они схожи с гуманоидами, но страсти к насилию у них не знают границ. Некоторые виды оружия и снаряжения могут изменить специальные бонусы и умения определенных видов монстров. Поэтому лучше всегда держать на готове снаряжение, подходящее для предстоящей схватки. Вы также можете изменить количество урона на силу каждому видового монстра с помощью панели отношения к монстрам. Так. Нам в основном... Куда? Куда? Вот здесь вот нам нужно на пятерочку, да? и сюда. Что, нас бешнет-то? Есть, что? а у нас все нету ладно моего очки так что здесь увеличить количество резких металлов это увеличит количество опыта и золота победу и номер камень что здесь так развитие себестоятельства богатство или сила здесь нет параметр стихии негативное состояние ни разу не изменяется поэтому еще раз блокируйте первонаду стихийные атаки некоторые виды атак навык имеет эффект это разносит от стихии например заклинание гниша 5 атак и стихии огня существует 5 основанные стихи огонь и вода ветер свет и тьма каждый фильм имеет имеет свои сильные слабые стороны в отношении разным видам монстр и так одна стихия не носит врагу почти никакого урона значит враг устойчив к этой стихии но может быть слабым другим стихиям и он его друзья также обладают сильными и слабыми стороны по отношению к стихиям для выживания определенной битвы можно потребоваться использование снаряжения способны подчеркнуть преимущество и скрыть слабость персонажей вы также можете увеличить защиту от атак определенными стихиями и сможете изменение в панели стихии негативное состояние но не забывать что это также влияет на устойчивых негативные эффекты понял в основном чего у нас так где-то подожди как у нас здесь отношение огню и цветы и тьмы воде и яду ветра и снога вот так давай хорошо так измени на стиркающий увеличить уровень получаем при блоке бизнес наизируемся во время уклонения количество времени в тимон для покидания битвы восстановление урона вот так можно давай еще до 2 так у нас проблема вот сюда так а это фейда нам давай еще у нас проблема с феями 9 давай здесь добьем восемь очков так на кона стран все отлично так я не знаю так у нас да мы не сможем это никакого глава давайте у нас задание он что-то мощных быть так вечер не ступать так фей фишми давайте мы на нем посмотрим как она работает вообще размотаем так спасибо так так Так. Попадут? Изи. Охотничий лук надо обновить. Девчонки. Потом купить. Угу. Отлично. Куда нам надо? Куда-то туда, да? Аккуратнее пройдём. Тихая дикая обезьяна. Так. Угу. О, телепорт. Пропал, да? Нормально. Давай. Нет внезапной атаки. Мы лицом ко врагу. Сейчас мы по лицу дадим ему. Начинаем. Пропал, да? Пропал. Мы трогаем. Мы трогаем. Офиг. Жесткую шкуру получили. Козёл какой. Жирный. Сундук. Сундучок. Еще сундучки. Ароматерапия. Так. Без мира. Посмотрим. Посмотрим, что там есть. Друзья, не забывайте ставить лайкосик и комментарии оставлять. Буду очень благодарен. Так. Что это? Это он и есть, да? А это? Без мира. Какие-то печати. Это дерево. Все в каких-то... Вся в каких-то табличках. Хм. Это лай-дзиньские письмена. Лай? Что? Лай-дзинь. Королевство по ту сторону этих лесов. Говорят, что там живет еще больше народа, чем в Коронале. Как-то странно все это. Пойдем скорее поговорим с Ниром. Все какие-то громадные деревья какие-то здесь на... Тут можно древесину рубить немерено. Угу. Собираемся сейчас. Что это копье? Ммм? Интересно. Снаряжение. Ммм. Нет. Копье нужно. Вот это. Стальное. А здесь. Такие эффекты есть. Скорость. Это давай. Отлично. Добавили. Так. Так. Тихо. Где там слеза? Продолжение следует... Продолжение следует... Почему так села, это непонятно. Из финалки? Я помню, что финалка такая была. Что здесь? Сведом на игры было, да? Так, ну там мыши. Кстати, мы и забыли. Здесь репорт. Там не вижу ничего ценного. Ну, сундук. Не зря пошел. Угу, слеза. Хорошо. Что такое? Прошу, позвольте мне поработать здесь. Уиллоу. Последователь мира. Ну, я же говорю. Что случилось? Какой-то спор. Я сам прекрасно справлюсь. Тысячу раз уже говорил. Пытайтесь счастья в другом месте. Но почему? Я умею печь вкуснейший хлеб. Вы же не пожалеете. Позвольте мне работать у вас. Эм, что случилось? Ну, этот господин хочет жить и работать здесь в качестве личного повара, достопочтенного мира. Да, кто бы что ни говорил, я решил для себя. Я добьюсь решения, разрешения работать здесь. А, это вы. Это же его величество, Эвен. Вы остались целы. Невредимы. Ты прячешь уши под шляпой. Но ты ведь Сильвест... Эм, Сильвестрос. Верно? Ты пришел сюда из Скоронелла. Именно. Меня зовут Уиллоу. И я рядом Скоронелла. До перевода я был учеником повара. Разве тебе негде жить? Не хочешь к нам? Я создал новое кролесство на равнине Глейз. О, правда? Я и не знаю, что мне делать и куда податься. Точно. Прошу, сделай меня своим придворным поваром. Я пока, правда, кроме хлеба ничего готовить не умею. Но это временно. Я буду с нетерпением ждать твоих успехов. Значит, новое кролесство находится на равнине Глейз. Угу. Ну что ж, тогда до встречи. До встречи в нашей с вами новой стране. Вот обязательно, да, тут взял. Там, недвое попрощался сразу. Фу, вы меня спасли. Это Уиллоу меня просто достал. К слову сказать, у вас тоже какое-то дело в старейшем миру. Я думаю, вас уж точно можно пропустить. К тому же, вы только что здорово выручили мне. Прошу, проходите, пожалуйста. Идеальное опято. Кто это ко мне пожаловал? Что-то... Что-что? Вы хотите, чтобы я выделил вам дерево для строительства нового королевства? Ну да. Когда приходишь с просьбой, нужно и честь знать. Просьба, касающаяся дел государственных, требуется непосредственного присутствия короля, собственной персоной. Это я. Как же? Приведи короля. Тогда и поговорим. Вот же я. Да. Чистая правда. У него даже святой защитник есть. Да. Самый настоящий. Обычные короли стремятся показать себя. И за версту видно. А ты какой-то недостаточно статусный. Неужели я настолько не похож на короля? Эван был королем Корнелла. Из-за государственного переворота в стране он потерял власть. Он не сдастся. Он хочет построить новое королевство. Поэтому Эван самый настоящий король. Ого, вот это драма. То есть ты тот самый принц Эван, который, по слухам, погиб во время переворота. Такому драматичному герою и помочь-то хочется? Да вот только... Этот лес нынче конфискован шестуном из лая в качестве долгового залога. Вы говорите о Шестинге из лая Дзиня? Что за Шестинге? Верховный астролог Шестинге. Единоличный властитель лая Дзиня. Верховный астролог? У них это что-то вроде короля. Шестун пригласил меня в лай сыграть в кости. Я взял и прихватил с собой все свои заближения. Увлекся не на шутку и в конце концов поставил на кон весь свой лес. И позорно проявлял его придачу. Теперь какие-то типы из лая развешивают повсюду в лесу свои листовки и долдонят о выселении. Ох, беда-беда. Все понятно. Значит, листовки, которые увидели, на деревьях информация о конфликтации. Вместо лес мира теперь леса Шестинге... Шестиноги. На об играх в Лайдзине регулярно ходят дурные слухи. Там сплошное мошенничество. И правда, все было очень подозрительно. Правительство страны журничает в игре в кости. Если это правда, выйдет большой скандал. Старейший Нонир, позвольте предложить вам кое-что. Мы заберем ваш лес назад у Шестиноги. И если у вас все получится, вы выделите для нас дерево. Правда, если вам удастся это сделать, я вам этого дерева сколько угодно предоставлю. Ну что ж, договорились. Ты ведь не против, Эван? Нет, конечно. Да и старейший Нониро хочется помочь. Правда, в Лайдзине... Все же, Верховный Астролог. Пост добавлен. Так, что это здесь? А, я проиграл. Так, это было, да? Я немного разобрался с на буквы. В снимке получится очень удачно, да? А вот мы закончили установку палаток. Так, это коллекция МНС Гриб, да? Грибок. Долу чудовище. Вау, у нас в Фандер Вилли неприятность. В окрестностях воды завелось чудовище. Ну так вот, мы решили избавиться от него. Покажем ему, на что способны братья-коравельщики. А что здесь у нас? Галдишки. Так, уау, синий-синий. Что в нем? Это сундук-запят. Больше нету. А, здесь есть. Телепорт. Старейшина Нира и Великий Астролог Шестенги всегда были хорошими друзьями. Не могу взять толп. Как же все так получилось? Ну да. Познакомились с Ниром. Великий Астролог, интересно, да. Как же он так поступил? Ну, видимо, обманщик. Это факт. Интересно. Сможем ли мы победить? Какой-то жуткий. Гриб этот надо потом. Так-так-так, а когда-нибудь здесь клубно? Лай-дин. Там, сохранимся. Сдавая, как раз пополнили. Давай, тут, вот здесь. Ну что, спасибо, друзья, за просмотр. Давайте на этом все-таки остановимся. И в следующей серии мы заберем лес мира. Поможем нашему старику. А вам спасибо за просмотр. Оставайтесь на канале. Может, что-то найдете. Другие видео, которые вам понравятся. Так же, как и это. Всем спасибо большое. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok